Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара буквально на несколько каточек АЦ-4 Сентинел. Выкатывать будем по одной простой причине, потому что он выпал сейчас на продажу и за него хотят два косаря голды. В набор будет вам входить сам танчик, 7 дней према, легендарный камуфляж, x5 в количестве 10 штук, но исключительно на АЦ-4 Сентинела, поэтому особо внимания не обращаем. Если может быть кому надо, у кого прям есть какая-то сумасшедшая сложность с прохождением какой-то шестерки и с покупкой данной шестерки, то у вас есть возможность получить сертификат на 25% на исследование танчика 6 уровня и покупка шестерки со скидкой в 10%. Ну не то, не другое, как бы не фонтан, потому что шестой уровень не так уж не сильно дорог, но и не так уж он как бы и сложен в прокачке. Хотя если вдруг прям где-то застряли на каком-нибудь таком вот знаете совсем унылом танчике, почему бы и нет. Есть слот в ангаре, но явно не из-за него вы будете себе машину покупать. Ну и открытое оборудование, хотя оно и так не сильно дорогое для шестых уровней. Короче говоря, по факту, ну положа руку на сердце, за два косаря вам предлагают взять машину и 7 дней према. Все остальное, по моему скромному мнению, шелуха. Недавно, ну как совсем не недавно, но уже прошло какое-то время, согласен, я выкладывал обзор на данную машину, когда она была на продаже за Real Money. И за Real Money она стоила 2.99. В конце видео я вот здесь вот выставлю ссылочку на видос, на обзор данной машины с техническими характеристиками и так далее. Пока просто запрыгиваем в бой и смотрим, как она играется. Зайдете по ссылочке в конце видоса, посмотрите обзор, если вам интересно, заценить непосредственно ТТХ машины. Ну и посмотреть еще каточки на Сентинеле. Я же сейчас скажу следующее. Когда он стоил 2.99, то 2.99 по моей калькуляции правильного, грамотного и выгодного доната получается 3000 голды. То есть если вы за бакс покупаете косарь голды. Если вы не покупаете просто в магазине голду по цене, допустим, там 250 голды или там 500 голды за доллар. А покупаете голду, когда вам выпадают какие-то интересные предложения в магазине. Индивидуальные какие-то предложения, акционные, ну короче говоря, копилки и так далее. То там в среднем получается при нормальном подходе магазина, получается где-то по косарю голды вы можете купить за 1 бакс. Поэтому, ребят, я считаю, что 2.99 это 3 косых голды. Здесь же 2 косаря голды. Если вы зайдете в магазин, если вы нуждаетесь в прем-аккаунте или покупаете прем-аккаунты периодически себе на несколько дней, то в магазине при стандартной цене прем-аккаунт стоит за 7 дней 1 косарь. Если есть какое-то выгодное и интересное предложение, которое выпадает, то там будет приблизительно где-то по 500 голды. Стоит 7 дней према. Таким образом получается, что вы берете себе за 2 косаря голды в данном предложении на Сентинел. Ну по сути, если за 7 дней према штука голды уйдет с вашей копилки, то танк вам получается дают за 1000 голды. Но это просто в виде калькуляции. Я не говорю, что прямо из-за этого необходимо машину брать. Вообще машинка, честно говоря, она очень скромного любителя. Это не супер какой-то там продвинутый танчик. Он очень картонный. У него вроде бы и КД нормальная, но Альфа 160. Разброс у него вроде бы по цифрам, по ТТХ довольно-таки божеский. Но в то же время играется он как-то вот прям совсем рандомно. То есть пушку нельзя. Вот я сейчас играю. Пушку вот в этом бою назвать точно и абсолютно нельзя. Да, она попадает, но она попадает не совсем туда, куда ты целишься. Поэтому вот сложности определенные есть. Это больше все-таки машинка явно не для фарма, явно больше для коллекции. Ну или на очень-очень такого, знаете, узкого любителя данной машины. Показываю машину такой, какая она есть. Может я там немножко на рожон полез, не знаю. Но вот результат сейчас на экране. Досматриваем бой. Посмотрим, что в итоге, по итогу боя получим на игре на данной машинке. Но эта машинка явно однозначно не для фарма. Потому что фармить на шестом уровне редкие машины могут. Но и явно машинка не для статистов, явно машинка не для скилловых игроков. Потому что, как правило, таким ребятам нужны машины восьмого, либо десятого уровня. Потому что необходимо держать средний урон. Потому что необходимо держать статистику. На шестых уровнях статистику выдержать очень сложно. Потому что бои на шестом уровне очень непредсказуемые. Но я, честно говоря, люблю играть вот как раз на шестых уровнях. Периодически по одной простой причине. Потому что я не скилловый игрок. Потому что я не гоняюсь за статистикой. Меня не беспокоит процент побед, там средний урон и так далее. Не осуждаю абсолютно ребят, которые за этим стремятся. У каждого свои предпочтения. Ребят, я абсолютно толерантен к статистам. Ну и к людям, которые стремятся там держать какую-то планку для себя. У каждого свой кайф. Просто констатирую за себя лично. Что я за этим не гоняюсь. Я не стремлюсь. Ну и, соответственно, мне вот по фану иногда заехать на шестой уровень. Даже если я проиграю, меня это не беспокоит. И поиграть с не супер навороченными игроками. Которые уж тем более потом тебе там после боя будут всякие гадости писать. Если ты где-то как лузер сыграл. Короче говоря, ребят. Сентинелл. По результатам первого боя. Вот что мы можем посмотреть. Всего 615 единиц урона. Я бы не сказал, что это круто. Но все-таки 160 единиц альфы как бы особо и не набросаешь. Итог по кредитам. 45 косарей по фарму. И это, ребят. Ну, как бы с учетом премиума. Без према 27 тысяч за бой. Насколько это круто или не круто, не знаю. У каждого своя планка. Но, ребят. Предпоследнее место в команде по нанесенному урону. Давайте запрыгиваем еще на одну каточку. Я не думаю, вот честно не думаю, что на Сентинелле у вас будут в большинстве своем прям какие-то там вот взрывные бои. Огромное количество эмоций. От боя супер какая-то результативность и подобные вещи. Сентинелл он в принципе на это не способен. По крайней мере, у меня он никогда не был способен на это. Есть танчики на шестом уровне, на которых действительно, ну вот, фаново классно отжигать. И проходные машины есть классные, веселые. А Сентинелл он как-то к ним не относится абсолютно. Вроде бы все у него для этого есть, а вроде бы чего-то постоянно не хватает. Ну вот, допустим, мне лично не хватает точности при таком времени перезарядки. Окей, хорошо. Хорошо, если отбросить вопрос, там, точность при такой времени перезарядки, оставьте мне такую же, да, там, ну дайте мне точности при таком времени перезарядки. Или окей, хорошо, дайте мне, допустим, там, вот такую вот не совсем точность, да, то есть я бы сказал рандомную точность. Но тогда уменьшите время перезарядки. А так получается как-то, ну, совсем уныло. На дальнике ты вообще ни против кого не отыграешь. Ну, а вблизи, как бы, ты перезаряжаешься долговато, то есть не особо можешь, да, там, что-то противопоставить. Короче говоря, как-то сложновато получается отыгрывать на Сентинелле в сочетании двух вот этих вот показателей. КД и точности. Так, кто тут у нас засмотрелся? Друг. Будем пользоваться этой возможностью. Вот сейчас очень, очень интересно получилось. Меня не пробили, хотя Сентинела пятерки должны пробивать. Кто тут у нас еще? Пудель стоит, бедняга, спит. Но сейчас не сильно показательно будет, потому что я сейчас отбрасываю в АФКшного. Ну и согласитесь, как бы урон, который я буду наносить в АФК, это вам не в живого, да, там, товарища отбрасывать. Сейчас очень повезло, что я попал в него туда, куда надо. Так, добираем, пока Пудель не проснулся. В любом случае минуснуть его надо, потому что товарищ проснется, мы от него уехали. Ну и, в принципе, оставили того, кто потом в корму приедет. Так, не, по голове немного прилетело. Бывает. Так, Митсу. Ну вот вам, пожалуйста, вот то, что я говорю, что, знаете, вот такая рандомная неточность орудия, она как бы смущает и очень сильно. Не бросаешь ты прям туда, куда ты хочешь. Доберу, нет? Да, повезло добрать. Поехали. Тут где-то стояла ПТшка, которая мне в борт забрасывала. Я больше чем уверен, что... А, он уже свалил. Ну вот, смотрите, мне сейчас надо выцеливать его довольно-таки долго. И у него точность, ну, как бы неплохая. И сведение довольно неплохое. Соответственно, он мне бросает на 300 с копейками, я ему в ответ на 160 средняка. Но, как бы, в размен на Сентенеле особо не отыграешь. Итак, два фрага сделали, но давайте будем говорить откровенно. Одного мы добрали, да, ну, хватило, слава богу, альфы 160. Мы его добрали и смогли его выцелить. Это, кстати, вот, ну, не прям супер-пупер точное орудие. По крайней мере, в последнее время точным оно не играется абсолютно. 1380, будем говорить, 1390 урона. Но давайте будем так. Смотрите, вот в конце там, где мимитсу разбирали, по-моему, кто там был. То ли ВК, то ли Тигр, не помню, честно говоря. То, в принципе, там мы честно, да, там отбрасывали. Окей. Что касается части нанесенного урона по пуделю, ну, афкшный, как бы, поэтому не сильно показательно. Давайте будем честными. Что касается фарма, 27 тысяч, ну, еще раз, да, там вот в пределах одной и той же цифры танцуют. И что касается нашей результативности по бою, мы теперь предпоследние, но уже сначала, да. То есть, ну, шутки шутками, второе место по урону в команде. И я бы сказал так. Вот смотрите, два боя, которые, в принципе, в принципе, не шибко, да, там, какие-то были для нас сложные и тяжелые. В первом бою нас вообще там вынесли, да, в среднике. Во втором бою мы дожили до конца боя. И вот, как бы, бои, ну, сильно сложными не были. Из-за них мы получили с учетом према 27 тысяч. И вот здесь возникает вопрос, устраивает ли вас вот такой уровень фарма данной премиумной машинкой на шестом уровне. В принципе, для шестого уровня это не дно по фарму. Ну, будем говорить откровенно, голду мы не использовали. Но и не потолок. Есть машины, которые фармят на шестом уровне немножко получше. Поэтому, ребят, покупать или не покупать вам Сентинела, я рекомендовать и советовать ни в коем случае не имею никакого морального права. Мое дело показать вам, как играется машинка вот в среднестатистических руках. Если вы играете вот с таким же уровнем умений, как и я. Но, соответственно, сможете примерить, нужен ли вам конкретно данный аппарат за два косаря голды. Ну, а если вас устраивают честные, абсолютно никем не купленные и абсолютно не приукрашенные обзоры на технику и товары в магазине, обязательно по желтому шильдику в правом нижнем углу подписывайтесь на канал и становитесь моим постоянным зрителем. У меня только честные обзоры, без заливания вам всякой чуши в уши и красивых картинок в глаза. Возвращайтесь на видосы, смотрите их, я вам буду безумно благодарен. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.